Добрый день дорогие подписчики и гости канала. Рада приветствовать вас у себя в гостях. Вы на канале 5 соток. И сегодня я хочу поговорить с вами про уход за луком. Лук это такая культура, в принципе, неприхотливая. Выращивать его несложно при соблюдении некоторых основных правил. То есть, во-первых, мы лук садим в рыхлую почву. Между луковицами оставляем примерно 8-10 сантиметров при посадке. Это у меня лук сивок штутгартенриден. Он вырастает достаточно крупным, так что между луковицами я оставляла примерно 10 сантиметров. Весной, после того, как появилось перо, я подкармливала азотным удобрением. Также проливала бродилкой. Бродилка у меня была тогда из крапивы свежей сделана. Ну и сейчас у нас уже середина июня. Мы в обязательном порядке должны лук полоть, рыхлить, для того, чтобы корням было легко тут расти и луковице было несложно формироваться. Если у вас лук слишком сильно заглублен, то вам нужно в обязательном порядке его немножко раскопать, чтобы луковица находилась вот примерно так практически на поверхности. Тогда ей будет проще формироваться. Сегодня у нас уже 20 июня и луку необходим калий. То есть нам нужно произвести калийную подкормку. Что для этого можно использовать? Во-первых, можно использовать настой золы. То есть взять на 10 литров стакан золы и пролить лучок по междуряде. Поливаю я таким раствором из лейки, без носика. И прямо между рядов лью, после того, как прорыхлю. И отлично потом лук наращивает головку. Также можно взять монокалий фосфат. Здесь большое содержание калия. Развести примерно 10-15 грамм на 10 литров воды. И точно так же пролить лучок. Тут уже никаких крупных не будет вкраплений в этом растворе. Поэтому можно из лейки с носиком прямо поливать. Это, конечно, удобно. Будет рассеиваться. И не нужно будет потом еще раз рыхлить вам грядку. Но нынче я решила взять специализированное удобрение. Это у меня Здравин Турбо для лука и чеснока. В этом удобрении содержатся все макроэлементы. Но калий в самом большом количестве. Потому что как раз в середине июня уже не за горами у нас сбор лука. И сейчас ему нужен именно калий для того, чтобы сформировать головку. И для того, чтобы лук хорошо хранился. Этого пакетика хватит мне на 20 литров. То есть примерно, наверное, одну. Ну или может быть чуть-чуть не хватит мне. У меня трехметровая грядка. То есть на одну грядку мне хватит вот этого пакетика. Стоило это удобрение совсем недорого. Вот я его развожу в одном ведре. И потом по пол ведра разливаю и доливаю водичкой. Вот таким раствором проливаю из лейки. Вот очень удобно и быстро. Не нужно никакие удобрения разводить. Думать, что сколько тут все написано. Инструкция подробнейшая, очень простая. Вот так вот нынче я буду подкармливать свой лучок. Ну и если у вас появляется луковая муха, то нужно тоже обязательно с этим бороться. У меня на канале есть очень хорошее видео. На Дзен канале заходите, смотрите. Канал Ирины Пять Соток. Там есть видео о борьбе с луковой мухой. Ну и еще один момент. Если у вас появляется вот такая стрелка, то ее нужно обязательно срывать. Иначе головка у лука не сформируется. Вот у меня две стрелки есть. Ее нужно срывать вот так вот прямо под корень. Вот она достаточно жесткая. Но если мелко порезать, то можно ее использовать в салат. И вкус у нее такой же точно, как у лукового пера. Вот стрелки убираем в обязательном порядке. Надеюсь, вам это видео было полезно и интересно. Вы поддержите его лайком. И обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Будет много всего интересного и полезного. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok